Здравствуйте, в эфире новости. В студии РТВ в Нью-Йорке Лиза Каймина. В начале коротко о главном. Трудный финиш дипломатического марафона. Всего сутки остаются у переговорщиков в Швейцарии для заключения сделки по иранскому ядерному досье. Под ширмой праведности закон с благозвучным названием о восстановлении свободы религии, подписанный губернатором Индианы, расколол американское общество. Вызов брошен. У Хилари Клинтон появился возможный конкурент-однопартиец в борьбе за Белый дом. И снова на нары экс-премьеру Израиля Иуду Ольмерту грозит новый тюремный срок. Суд изменил ему приговор по делу о взяточничестве. Ровно сутки остаются у международного сообщества, чтобы убедить Иран временно заморозить его ядерную программу. Насколько временно, один из главных камней преткновения на переговоры, которые проходят в швейцарской Лазани. Еще один фактор, мешающий достижению соглашения, отсутствие единства среди членов шестерки международных посредников. Так, глава российского МИДа сегодня внезапно вылетел в Москву. И хотя обещал вернуться завтра, наблюдатели сделали вывод, что переговоры идут не лучшим образом. За прениями внимательно следят и в Вашингтоне. Оттуда на связь выходит мой коллега Роман Мамонов. Рома, тебе слово. Дали заприветствую. К исходу понедельника мы так и не дождались сколь-нибудь позитивных новостей из Лазанны. Впрочем, возможно, это тот случай, когда отсутствие новостей само по себе уже хорошая новость. О самих переговорах на данный момент известно, что нерешенными остаются как минимум два вопроса. Первый – это все-таки продолжительность ограничений на ядерные разработки. Предложение Вашингтона 10 лет. Другие страны настаивают на увеличение срока до 15, а то и 20 лет. Иран хотел бы сохранить максимум центрифуг и вернуться к работам примерно через 10 лет. Второй вопрос – санкции. Тегеран требует, чтобы они были отменены сразу после подписания соглашения. А вот страны Запада настаивают на поэтапной отмене ограничений, при этом с привязкой к тому, как Иран будет выполнять свои обязательства. Отмечу, что сейчас западные переговорщики явно готовы к тому, чтобы вести максимально жесткий диалог с Ираном. Так, глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд уже заявил, что, цитата, «Ирану придется сделать глубокий вдох и принять несколько трудных решений». Конец цитата. А Франк-Вальтер Штанмайер, министр иностранных дел Германии, сказал, что у Ирана завышенные ожидания от сделки, но предложения Тегерана не устраивают Берлин и других партнеров. Отмечу, что сейчас, конечно, момент истины. Дедлайн истекает завтра, 31 марта. Причем это уже третий дедлайн. Как бы странно это ни звучало. Предыдущие были в июне и ноябре 2014 года. И многие политики на Западе дают понять, что либо Иран соглашается на сделку сейчас, либо ее не будет вообще. Республиканцы в Вашингтоне, можно не сомневаться, не забудут и не простят Обаме, уступки Ирану и очередную неудачу. Вот отмечу, что насколько важный сейчас, конечно, момент на переговорах. Очевидно из того факта, что Джон Керри сегодня отменил краткий, буквально однодневный визит, полет в Соединенные Штаты. Он должен был сегодня вместе с Бараком Обамой присутствовать в Бостоне, но не прилетел и остался на переговорах. Лиза. Спасибо, Роман Мамонов, о прогрессе, точнее об отсутствии прогресса на переговорах с Ираном. Назад в дискриминационное прошлое. Американский штат Индиана уже вторую неделю находится в центре скандала, о котором говорит вся страна. Новый закон о религиозных свободах был воспринят частью общественности, как попытка де-факто легализовать идею деления граждан на лиц первого и второго сорта. Валерий Кипелов продолжит тему. Губернатор Индианы Майк Пенс уже идет на попятную. Консервативный республиканец намерен предложить поправку к принятому недавно скандальному закону. На прошлой неделе Пенс подписал законопроект, получивший, казалось бы, безобидное название «Закон восстановления свободы религии». Согласно этому документу, любой владелец частной фирмы в Индиане сможет отказать в обслуживании клиенту, основываясь на своих религиозных убеждениях. Правозащитники и либеральная часть общества уверены, в ультраконсервативной Индиане такой закон в первую очередь будет направлен против ЛГБТ-сообщества. Ранее многие владельцы пекарен, ресторанов, баров, свадебные фотографы и другие не раз отказывали геям и лесбиянкам в обслуживании свадебных церемоний, ссылаясь на то, что гомосексуализм — это страшный грех и противоречит их религиозным убеждениям. Критики закона сразу указали на его откровенный дискриминационный характер. Мы должны предпринять конкретные шаги и восстановить добрую репутацию нашего штата. Мы не можем себе позволить лишиться даже одного рабочего места или отпугнуть хотя бы одного талантливого работника. Когда речь идет о дискриминации, никаких компромиссов быть не может. Поэтому закон о восстановлении религиозной свободы должен быть аннулирован. Сам Пенс и его ближайшие сторонники-республиканцы, напротив, по-прежнему никакого негативного подтекста в новом законе не видят и обещают доказать, что мера не нацелена на исключение кого-либо откуда-либо. Какого рода поправки он пообещал, в ответ на критику оппозиции не сообщается. Думаю, большинство людей озабочены тем, что этот закон позволит отказывать клиентам фирм по причине сексуальной ориентации. Мы не считаем, что это так. Таких случаев не было нигде в нашей стране. Но мы, тем не менее, намерены разъяснить детали закона. Обещание прозвучало, но самих разъяснений пока не последовало. А пока нашумевший закон из-за репутационных издержек может отпугнуть приток капитала в штат. К примеру, проведение в Индианаполисе съезда производителей компьютерных игр Gen.com, ежегодно приносящий около 50 миллионов долларов, теперь под вопросом. На данный момент примерно 6-8 компаний-участников Gen.com обеспокоены этим законом. У них много вопросов. Они пока не готовы отменить свое участие здесь, в Индианаполисе. Но они сомневаются, что им тут будут рады. Мы, конечно, пытаемся их успокоить, но пока все напрасно. Вызвавший массу споров закон уже успели осудить и другие американские тяжеловесы бизнеса. Открытый гей, глава компании Apple Тим Кук, представители Национальной баскетбольной ассоциации, многие другие крупные фирмы и организации. Эксперты в области права утверждают, что скандальный закон может дойти до Верховного суда страны, который в последнее время регулярно выступает в защиту прав сексуальных меньшинств. Ранее консерваторы Индианы уже пытались закрепить на законодательном уровне так называемый закон о защите брака, который определял брак как союз мужчины и женщины. После напряженных судебных баталий эта инициатива была отправлена на свалку истории. И с октября 2014 года однополые браки в Индиане стали правовой нормой. Однако документ, искусно замаскированный под благозвучное для американского уха название «Закон восстановления свободы религии» может пережить атаки правозащитников. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI. Федеральное бюро расследований США и полиция Мэрилэнда выясняет обстоятельства ЧП, которое произошло сегодня утром возле одного из самых хорошо охраняемых объектов страны. Двое мужчин, переодетых в женскую одежду, пытались протаранить ворота штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США. Охрана открыла огонь на поражение, застрелив водителя, после чего машина врезалась в полицейский автомобиль, преградивший ей путь. Человек, занимавший пассажирское сидение, получил ранение и был доставлен в больницу. Также госпитализирован один из полицейских, охранявший разведведомство. Позже выяснилось, что машина была угнана сегодня утром. При обыске в ней были обнаружены пистолеты-наркотики. Мотивы преступления пока не установлены. ФБР заявили, что инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом. В Белом доме ограничились фразы о том, что президент Обама проинформирован о произошедшем. В Бостоне процесс над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в организации теракта на финишной черте марафона, вступает в решающую фазу. Своё выступление в суде сегодня закончила сторона обвинения. Теперь присяжные заслушают защиту. Ожидается, что показания даст и сам обвиняемый, который ранее заявлял, что попал под влияние старшего брата. За ходом слушаний следит мой коллега Евгений Маслов. Обвинение завершило изложение доводов на процессе. В течение двух недель присяжным были представлены многочисленные улики и показания десятков свидетелей. На суде сегодня были показаны фотографии, сделанные во время медицинской экспертизы тел погибших и заслушаны свидетельства их родственников, ставших свидетелями того, что произошло. На присяжных это произвело настолько сильное впечатление, что некоторые из них даже не смогли сдержать слез. В результате взрывов на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека и более 260 получили ранения. Защита Джохара Царнаева своей целью ставит теперь убедить суд в том, что он действовал едва ли не по принуждению своего старшего брата Тамерлана или, по крайней мере, под его давлением. В этом смысле ставка делается на показания самого Джохара. Принятие решения по этому поводу было непростым вопросом. Выступление Джохара может вызвать реакцию, на которую не рассчитывает защита. Все будет зависеть от того, насколько искренним он покажется присяжным. Обвиняемый может попасть под перекрестный опрос и запутаться. Нечто подобное уже произошло с еще одним фигурантом этого дела, 24-летним Хайрула Жоном Матановым. Он был знаком с Царнаевыми и связывался с ними по телефону в день взрыва. На его компьютере были обнаружены экстремистские видео, наличие которых он хотел скрыть. Он также давал противоречивые показания о своих отношениях с Царнаевыми. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. То, что касается Джохара Царнаева, то сомнений в том, что его присяжные признают виновным, в общем, уже ни у кого нет. Речь сейчас идет о том, сможет ли он избежать смертной казни. В этом случае его приговорят к пожизненному заключению, без права досрочного освобождения. Для процесса над Джохаром Царнаевым это неделя решающая. Многое теперь будет зависеть от того, насколько убедительными для присяжных будут доводы защиты. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания РТВА, Нью-Йорк. Второй пилот разбившегося в Альпах самолет авиакомпании «Джорман Винкс» Андреас Любец наблюдался у врача из-за суицидальных наклонностей. Правда, как сказано в заявлении прокурора Дюссельдорфа, это было еще до того, как Любец получил летную лицензию и начал работать пилотом. Напомню, как стало известно из данных черных ящиков, Любец заперся в кабине самолета А320, когда ее покинул первый пилот, а затем проигнорировал все требования открыть дверь. Он перевел самолет в режим снижения и через несколько минут лайнер врезался в склон горы. Вместе с Любецом погибли все находившиеся на борту 149 человек. Причина поведения пилота до сих пор неизвестна. Тем не менее, как выяснилось, Андреас Любец скрывал от авиакомпании свои проблемы со здоровьем, в частности депрессию. Прокуроры квалифицируют действия Любеца как непредумышленное убийство. После трагедии европейские авиакомпании начали вводить новые правила, касающиеся нахождения пилотов в кабинах во время полета. Впредь предполагается сделать обязательным присутствие как минимум двух человек в кабине на протяжении всего рейса. Вы смотрите новости на канале RTVI и далее в выпуске. У Хилари Клинтон появился возможный конкурент-однопартийц в борьбе за Белый дом, а также экс-премьеру Израиля Иуду Ольмерту грозит новый тюремный срок. Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами.